Так, захожу в Старик я сейчас. Надо твич поднимать. Так, Крутин Максимович, что с Варди Викли открытый турнир? Да, конечно, он открытый турнир, просто он на американском сервере проходит. Вот, и... Как-то так. Так... Сейчас все переименую я, ребят. Сетку добавлю. Не знаю, кто там в сетке. Так. Продолжение следует... 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 Так, можете заходить, смотреть его тоже, поддерживать, так сказать. Вот ссылку Shadow Marine кинул. Так, качество какое у нас? А, у него нет этого. У него просто высокое, у него нет исходного, потому что он не топ стример без премиума получается. Что-то лагает у меня маленько. Это что-то лагает, не по-моему. Это у меня лагает, или почему так лагает? Да, всё нормально, Кирилл. Главное это, без перебора. На самом деле, второй, первый StarCraft это, ну, две эпохи просто уже не будут. Я никому-то не рекомендовал из наших, например, играть в первый StarCraft начинать. Так, почему? Потому что, ну, смысл с корейцами биться, у которых там опыт просто нереальный, как бы, с ними всё тяжело будет. И, ну, короче говоря, это такая затея, мне кажется, ну, крайне ненужная. Так, а что, у Холл-Райзера даже быстрого варпа нет, что ли? Я не понимаю этого, ну, то есть, он варпит эти, ну, как-то, этот... Хрин, пойми как, по отдельности жмёт кнопки. Странно это даже. Так, адепты заходят. Ага, линга-бэллинги. И просто линги на второй. Так, телепортируются, кстати. Так, на третью что там происходит? Призму надо увезти, Холл-Райзер, как же ты призму отдал. Сейчас и какой сплит так себе был. Ну, кстати, нормально Линга, как Холл-Райзер бы напрягала, я вам скажу. Если сейчас он призму не отдал бы, он бы вообще втащил бы, мне кажется. Холл-Райзер лагает. Думаешь. Так, адепские-то гигантские пачки там идут вперёд. Чё-то непонятно, целой пачкой заходить, или как заходить-то вообще. Мимо акселл-анги Холл-Райзер пытается через низ пройти. Да только под шугу-то! Чёртов Линак, а? Нет, никаких проблем. Ну, странно, по-моему, у Линака там... Ну, хотя у него грейды были. Ну, чуть бы лучше бы, да, подсплитить Холл-Райзер и пишет так. Чуть бы получше подсплитил бы, я думаю, что нормально бы можно было бы затащить. Ну, чё-то как-то не срослось. Ну что, сейчас будем высыпать какие-нибудь пары, куда можно ворваться просто будет самому. И я вообще пока не понимаю, а стетка как-то реально убого двигается. В арте 23 минуты в игре нифига себе. А выtatка как-нибудь подс сообщением. Надеюсь, выводите в такой момент. CG-DxVitsy. Вmpira. Так, ну если Кин победил, то, видимо, сейчас Кин против Тру будет у нас в матч, можно будет глянуть. Как Дес там сыграл, я вообще без понятия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, ребят, сейчас еще... Да, Кин против Тру у нас будет сейчас, ну что Ну что же, кинтру сделаем... Брюхо подставляем... Давай, баринку подставляем... Жарко, все иначе... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, на каре его погнал Вот так вот. Так, ну что, Варди, тут, да, тут, короче. Так, Захару сюда. Так. 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 я не с самого начала, а после первого старжапа сюда урываюсь, как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Рутин Максим, я уже говорил, да, в ARD Weekly это открытый турнир, но он на американском сервере проходит. Ну ты просто в челоге вот этом регистрируешься. Вот я сейчас скину ссылку. Ну, на Team Liquid смотришь, как бы, что он есть, туда заходишь и регишься просто, и все. Все, что нужно. Субтитры сделал DimaTorzok Так, 14 дронов на мейне утру. Через Газпул начинает, что себе на кипящей крови карте, очень агрессивный опенит, на самом деле, здесь газ-барак укина. Ну, посмотрим, а что это все выйдет, конечно. Ну, как-то нагловато, по-моему. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, тут у нас Reaper строится, полностью не закрыт проход пока, два овера вперед летит. Здесь же королева собаки. Вот, но под Reaper подстроечка идет. Две собаки сейчас КСМ-ку отгонят, но если необходимо будет, а будет необходимо, закажет в Тру еще собачек. Чтобы Reaper, естественно, встретить. Сейчас будет королева готова через секунду на инъекцию сделать и вести ее убивать, КСМ-ку просто. То и делает Тру максимально быстро. Пул не заметил Ким в итоге, но пул в другом направлении, вот он. Пул. Мы в то время Reaper полетает, конечно, с Bo3 на этой стадии других. Нету матчей, ну, то есть, кроме как Bo3. Финал Bo5 будет, естественно. Это вообще квалификация на второй сезон, там, финалов месяца, где будет групповая стадия, четыре группы будет на Варде и Викли, где будет и плей-офф. Я надеюсь, с Кунг-Фу Капом не будет пересекаться этот, ну, потому что я хочу стримить, я буду стримить и Варде и Викли, и Кунг-Фу Кап. И здесь я в игре могу зайти в игру. Это замечательно. Так, что сюда Reaper мечется? Понялся, пора улетать вообще. Так, в чем наглость с одной базы открываться? Ну, наглости никакой нет, здесь это стандарт практически. Ну, в ситуации с Ту сверхагрессивным, я думал, что это будет нагло, на самом деле, что-то наглое может быть. Агрессия какая-то, ну, нет, нифига. Здесь стандартная хата и золото уже заказано, то есть сейчас будет еще золото Ту раскачивать, естественно, и... Так, что это? Подрезал нейтрального какого-то, что ли? Так, 6 геликов, 2 почему-то на мэне стоят. Еще 2 на мэне-то? Типа решил перестраховаться этими двумя геликами у нас, что ли, Кин? Собаки, кстати, всего 2 утру, и вот Кин сейчас залетает... О, простите, да, Кин, Кин, Кин. Все правильно, Кин залетает, кинул гранатку, ну, то, что он здесь делает, я даже не знаю. вот, ну, если я туда успею, то пойду, но я, скорее всего, туда не успею уже, потому что, ну, Варди Викли, он в это время как раз-таки и пойдет. Прилетает Банша, ну, что вот по королевам? Смысл стрелять по кор... А, не знаю, есть там спорка или нет, Кин, вот чем прикол. Ну, а спорка там еще не было готова, но... Если бы она была в готовую, залет чуть дальше, и такое количество королев, а там было 4 штуки, они бы Баншу уже не выпустили бы, естественно, это понимал Кин, и поэтому и не полез 59 дронов, добыча просто великолепная, учитывая улова, 3к, золото учитывая, 3 с лишним на 2, ну, тысяча разницы по добыче, вот, сейчас вот, Тру, как вы видите. Здесь у нас макро Хаткша, ну, Тру не играет, какой-то суперулыбовый стиль здесь, он играет стандартно, развивает, причем милишный, я так понимаю, здесь стиль. У Кина 1-1 с темпака, у Тру Пэйти, это случайный мисклик или это специальная закупка сделанная, я без понятия, ну, Баринг-бомба или что-то, для чего она нужна эта закупка, я пока не знаю, с чем. Арам 0-1 поддержал ваш канал на 119 рублей и сообщает, фонд шоу матча Верс ВС Ревач. Спасибо, Арам. Ну, фонд-то, если, то надо, там создан матч, туда засылай. А это, наверное, пачок, я уже говорил на мой канал, не надо ничего присылать, чтобы на другие матчи, если вы хотите. Вот, просто лучше потерпеть и, если уж точно этот матч произойдет, то тогда, то тогда, как бы, если все готовы, будут просто напилить туда, в сам матч. Так, у нас Ревен тут летает. Спасибо, ребят, за поддержку. Королева минус, дронов не расфарасить, вот сейчас подошли, вот сейчас, ах... Та-та-та-та-та-та-та, один дрон выжил, один минус, несколько собак, королева дрон... Ну, нормально, две автотурили здесь были выставлены, Ревен здесь сныкается. Так висит он, да, в краю, так даже особая, ну, красная точка, правда, когда ты играешь. Необычно стоит, да, как бы, что оппонент красная точка. Ну, и можно заметить, что там происходит просто. Лукино здесь биомассец, 3 барак пока, вот еще плюс 2 на дальней базе. Это им просто, Марик, ничего с пешком ходить только, ну, надо тренироваться. Надо пробить вот эти камни здесь, завалить и эти пробить. И та из этих бараков гораздо быстрее Мариком будет идти, но Кин этого не делает. Овера на зубок и выпилил. Ну, тут Мариком таким количеством быстро можно, потому что... Дела опять оттатурили были, да, Рэйвен погиб, не, не погиб, где он? Вот он улетел домой, Рэйвен. 2-2 Кин заказывает, у Тру 1-1 только доделать, тоже он, кстати... Ну, кстати говоря, почти одновременно сейчас вот Коготь второй закажет Тру. Где у него, кстати, второй Эволюшн? Ну, есть вообще второй Эволюшн? А нет, он с одного Эволюшна. Да, он с одного Эволюшна для лета лепит. То есть это с одного была первая броня, а потом атака. Спасибо всем за поддержку. Что-то спасли за дни. Не очень активно в этом плане. Ну, расслабоне все. Лето. Ирил запиливал там накопление кулака. Ладно, побольше стримить. Но сегодня стрим будет дольше, чем вчера. Вчера я запись выставил. Сегодня вот сейчас закончим в арбивикле. Я пойду, если... Если часов пять хотя бы закончу, то пойду Машу заберу из садика. Вот. Поставлю запись. А в 20.00 будем смотреть отборы... Отборы на этот. На ВЦС, конечно же. Первое. Так, летают баншики. Чуть по периметру пытаются найти уязвимое место. Утру 81 дрон. Вот тебе и аналог американский Блайд. Блайд сам сейчас так подобным образом любит играть. Ну, как будто с ней. Какой-то улыновый стиль. И посмотрите, но... Чёрт побери, тру. Чертяга, ты тру. Банши, королева минус нуля. Начинают травочек нарезать. Контролят и не контролят. Нифига, он выход здесь сделал. Как-то крип минусовал. Можно было... Вот если... Реально, вот уровень, да? Прикиньте, Континновейшн или Бьянба это был бы. Прилетают сюда две банши. Здесь одна королева, нет спорки. И он просто её не контролит. Они сами там королеву убивают. Сами рабочих. Да и здесь 15 рабочих. Лёгкую подрезать можно было бы. Если контролить эту баншу. Но это нужен очень жесткий. Идеальный практически контроль. Идёт атака в центре. Тру ломится вперёд. Кин разводит. Сплетит юнитов. Так себе он это делает. Поэтому, собственно говоря, тру 10-ю аннигилирует. В это время дропчик проходит. Тру возвращается его отбивать. Тут пятая база. Нужно прикрыть. Всё, золото сюда, в ближайшей перспективе, придёт сыробычку водить. Спасибо, короче, ребят, всем за подержос. Помните, что Это, конечно же, необходимо. Приветствуется. Вот. Потому что подержос. Это сейчас львиная доля вообще дохода моего. Вот. Да и народу не так уж много в последнее время смотрит. Ну, в любом случае, спасибо, ребят, за внимание, за всё. Короче, давайте продолжать смотреть игру. Здесь у нас вторая броня сделалась. Тут рукога делает. Всё, с одного эволюция. Четвёртый грейд уже. Ну, идеально, безостановочно они делаются. Вторая атака на воздух доделывается. Так, попытка забежать. Бэйнами идёт. Ну, неплохая такая попытка. Хоть сколько-то рабочих погибло. Здесь, на дальней базе Кина. Но, тем не менее, он отбивается. Смотрите, начинаются грейды. Броня и 3-3 делает на био. Броня на технику. То есть, вторая будет сейчас уже не с двумя родными, а с тремя. Бронепунктами, получается. Там у нас ультра-алис кэверн. Знаете, почему-то на такой стаде второй эволюшн-то не заказать. Что мешает? 2-3 считают, что достаточно и так грейдов. Видимо, да, здесь минка плюс бил. Минку-то можно и вкопать. Кин это делает. Ох, как она сейчас бомбила. Жёстко в бейлинге рабочих аннигилирует. Просто нереальное количество. Собаки выживают. Офигеть просто. В это время в центре битва пошёл на лом. Бейлингов нереальное количество. Но Кин тут сплетанулся. Ой, как. Осталось пару Торов, пару Мариков. Мутка влетает. Штеки была. Торы очень жёсткие дэмэж нанесли. Но Ту там сплетанул в какой-то момент. Почему медивайки-то не отвезти? Тор. Так, бомбит Тор. По максимуму законтролить пытался Кин. Ну, законтролил. Часть мутки выбил. Но потери гигантские здесь у Тирана. И, несмотря на то, что Зерк больше в этой игре потерял, у него экономика сильнее. Вот новая база здесь ставится, вы видите. Солото кончается. Часть рабочих сюда переведены. Можно уже с мейна переводить. Всё практически. 12 Собак минус. Минка стреляча. 154-118. Но у Тирана-то тоже, смотрите, карманная база кончилась. Мейн кончается. Мейн кончится, точнее, это тоже кончается. Тут чуть-чуть осталось. На второй пару минералов по 900 там. Но остальные-то заканчиваются. А вот мут. Нахер ты сюда кидаешь мут. Он кончился. Вот этот надо, блин, добывать. На золоте тоже минералы. Не бесколище. И бейлинги-линги приходят. Минус золото. Это совсем катастрофа для Кина, конечно. Без золота остаться. ЦЦ Хосмейна переводит. Здесь линга-бейлинги. С тыла пытаются забегать. Но здесь тиран готов. Надо камни, наверное, пробить здесь. Или что тут делать-то? Уходит тру. В это время 4... Откуда этот Ревен взялся-то? 4 автотурели. Выставил сейчас. А, ненормально. Тут Шухер на Миленов трубать. Ну, как-то поздновато. Это уже всё было. Один Рипер, видимо, вновь построенный на 3-3 грейдрах вообще. Потому что это явно не начальный Рипер. Видимо, мисклик был. Я не видел в продакшн, чтобы он строился. Но, тем не менее. Так, повела вот Кин на центре Криппа. Дорогу такую выбил к его базе. Ну, то есть, до сюда он спадёт. Правильно, чтобы здесь зерк. На больших скоростях не врывался. Тем более, здесь орбиталка. Уже не планетарка. И тру понимает, что здесь орбиталка, скорее всего, делает забегание массовое с Абаками. Но без Бейнов так себе забегание заходит. Тем более, армия Тирана недалеко отошла отсюда. Там у нас третья броня делается. 4 ультралиска. 120-48. Блин, кин лимит-то отстроил боевого. У него почти стоит штука УЗРГ. А учитывая, что у него рабочих меньше на 30-ку. Так у него боевого на 30-ку больше будет в перспективе. В ближайшем. Но его ещё нужно построить, этот лимит. Потому что экономика-то всё-таки проседает. Добыча, естественно, выше намного. И здесь ещё в центре по частям кин умудряется отдать. Скай, это ему вообще не нужно делать. Не по частям никак отдаваться ему не нужно. Ему нужно скопить кулак. Вот, и только потом идти вперёд. Вы узнаете, что это ключевой момент. Скопить кулак, блин. В игре ким пишет 1.0.2. Сейчас зайду я в игру, и надо будет отойти. Водички наличь, что-то, блин, прям пить охота мне. Смотрите. 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 Продолжение следует... 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 Забейте. Ох, циклоны накрыло тремя фаербуллами. Косягул стопроцентный со стороны кино. Фаербуллами тут много чего накрывает. Рипер все-таки погиб в итоге, ксм и плюс роу еще его расковыряли. Ну кстати, а, банша, все. Ну банша это гг стопудовая. Ройлоджеры падают. Да, тем более банша... Нет, нет. Все корейцы, кстати, в одной четвертой остались, то есть можно здесь на корее оставаться, я так понимаю, и не париться вообще. Частвовать в акта, heatsдно. Поль elles, конечно. Нigger здесь во всех тёмах. Свhrspace европейцы. Ricальzwutz в акта. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Ну что, три барака работают. Танчики строят. Танчики строят. И на это какой-то пуш будет явно на танках сейчас. Танчики строят. Так, да, идёт пуш, как и предполагалось, ребят. Ну, стимпак ещё, ё-моё, 40 секунд до стима я бы на месте кина не спешил бы так вперёд сильно идти, потому что щиты, конечно, хорошо, но без стима-то тяжеловато будет давить. Медивак вообще один всего здесь. Зверчаж выставлен. Так, всё никто нет. А, ну, пуштовиджена не было. Агрессивный, блин, вперёд. Стимпака как не было, так и нет. Оракула с ним пытается убить. Одного убил, второй живой. Мариков надо срочно забрать. Мариков забрал. Маминки не попадает, хера. Ну, ё-моё. Ну, вот что значит прийти до стима. Пришёл, развалился в мясо сейчас ещё. Здесь марики сливаются. Ну, вообще нелепо как-то. 79, 89 полиаметум. Агрессивный, блин, блин, блин. Так, ну что же, 108, 119 лимиты. Я бы сказал, Кина, конечно, не так все перспективно, как когда он выходил в пуш, потому что у него две базы, третьей цехи нет, и он именно двухбазовое давление сейчас пытается отыгрывать. То есть это био-марика-мародеры, либераторы плюс минки. Агрессивная блинка, я бы сказал, очень опасная, агрессивная блинка. Агипсетем под либераторов, под минки. Сейчас блинканулся у сталкеров, как орехи пощелкали мародеры с либераторами. Минки до сих пор живые, мародеров Кин контролят великолепно. Вот она и ошибка, которая Кину нужна была так сильно. Потому что без нее тяжело бы было что-либо сделать. Но здесь вышел Эморкл, который по мародерам крошит, и лечения, кстати, особо сейчас нет. Медивайк вообще без энергии. Здесь продолжает Кин выдавливать. Минки копает. Стадис на лауши. Как же в тему она сработала? И ведь есть здесь обсевер, бах, по обсеверу. Минус. Это печально. Вообще здесь залкну Кира с великолепного контроля. Он уворачивается. И что, эти юниты теперь под ударом? Так, два медивака делаются. Плюсом еще сто на сто четырнадцать. Казалось, да, сейчас все Кин продавил, но нет. Ловушка вот здесь. Вот и чуть-чуть не хватило вообще. Поражаюсь. Откуда такие дятлы вообще берутся, рожаются, появляются? Сидит, как бы, в гостях, и что-то тут ему не нравится еще. Вот. Просто поражаюсь. Все мы тела. И я тело. И вы тела. Вот. Но некоторые из них имеют, как бы, соображение какое-то, чувство юмора и так далее. Но некоторые, вот, не очень умеют, как бы, приходится выпиливать. К сожалению, к сожалению. Короче, тема куски мяса. Но чтобы не быть только куском мяса, сами понимаете. Нужно приложить некоторые усилия. Короче. Четыре... Четыре медивака. Группа Био. Минка будет, конь стрелять? Стрелять! Минка по зелкам. Там даже сам Тиран дисплэшнечка получает. Сейчас Либераторы подлетают. В это время четыре зелка просто минусуют третью цеху. То есть ее просто нет возможности добывать сейчас. У Кина, я имею ввиду, не полностью убивают, а минусуют добычу. Там... Ну и Кира отбивается легко. ГГ, короче. Разный уровень игры. Разный уровень игры. Ну что же. Что там у нас с вторым-то полуфиналом? Пока Лайф один-одинешник здесь сидит. Вот он и здесь один-одинешник. Линек против Деста типа бьется. Ну я что-то не вижу. Не вижу, короче, никого. Из них на канале, видимо, еще не закончили они. Вот он и здесь один-одинешник. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, 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 сейчас по-рестримим, значит, тогда мы маленечко. Видимо, сейчас задержка кончится, и можно будет зарестримить. Да, вот, да, у Варди два аккаута, два матча одновременно заходят с правильной политикой, технически позволяет себе твое рабочее место, так сказать, что у тебя там два компика, да, и ты можешь зайти в два разных, короче говоря, две разных игры и застримить. Ну, или два старика с одного компа запустить, я не знаю, как там это все делается, мне интересно. С два компика запускать, с два компика, если с двух компиков заходить, так надо стримить получается, ну, с двух тоже. Не знаю технические подробности всего этого дела, но отстает здесь по лимиту, правда, запас какой-то у него гигантский. Третий грейд на атаку делается, но у Линак опять хата, у здесь-то, кстати, ниндзя нычка, вот кто-то сегодня про ниндзя нычки говорил, просто карта на двух человек просто, реально, вот первым старика такой не представляю, ладно, большая карта. На двух человек карта, где всего-то на, там, по шесть баз, по семь как бы на каждого, и она небольшая. И зерк просто, у которого овер обычно по всей карте висят, зерк, не видит ниндзя, ладно, тиран там. Зерк не видит ниндзя нычку, здесь там качает, просто жесть ее как. Так, это не просто ошибка, это смешно даже. Точнее, даже не смешно. Так, это наверное, действительно. Субтитры сделают Так, ну тут Люру покрошила. Деста отбился, и ниндзя нычка просто нереально там решает. Здесь ещё контр-харад с делками идёт. Так, ну что. Да нафиг там виртуально что-то запускать, если можно просто два Старика с одного компа запустить. Только всё равно, чтобы два Старика с одного компа запустить, кон должен быть на самом деле нормальный. Так, Су-46-82. Вот ниндзя нычка, смотрите. Уже я не знаю сколько минут мы смотрим, но она как добывала, так спокойно добывает там. Так, очень хорошая Штарма и Одесса. Просто немереная мордка. Гидра в Эйлинге просто унижается здесь. 139-110. Видите, и ниндзя нычка-то в итоге зарешала. Неужели у нас ПВП всё-таки будет сейчас? Блин. Всё-таки лучше, конечно, чтобы это было не ПВП, но Линок просто дурачочек не видит. Уже минут семь, наверное, ниндзя нычку Зеста, которая в итоге настолько окупилась, что он просто убивает оппонента. Ну здесь грейды, смотрите, два когтя и по нулям гидрала. Просто по нулям. Вот как меня бесить, что не делаются грейды ключовому юниту, ключовому ДПСеру. А как он будет убивать-то? Зест здесь аннигилирует базу в центре в итоге. Ну это минус Линок, ребят. Это ПВП Хира против Зеста у нас в финале. Ну, против Зеста, ну а что делать? Зеста зато давно не видели. Зеста зато еще пять лет на месте. Шесть не более бейлинг, и на месте он бьет. Зеста зато не единственное, но не единственное, что у него будет. Ни единственное, что он не имеет здоровье. Зеста зато нескольких сил. Ну что, 169? Да нет, тут конечно линок пока не сдаётся, но здесь всё очевидно абсолютно. А, погодите. Зест Илаевым ещё будет биться, что-то я вам соврал, ребят. Ещё ж полуфинал вообще. Ещё ж не финал будет, конечно, о чём я говорю. Зест против Илаева будет. Ну, ждём, короче. Илаев-то может Зест-то минус 0. Зест-то не могла быть, да, но снова, ребят, через ампатич. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Созвониться, узнать вообще Кто это придумывает Вот Что типа Если вы хотя бы месяц не подписались на премиум То стрик будет скидываться Короче говоря Не будет писаться 14-20 То есть на каждый месяц подписываться Я не знаю будет ли так дальше или нет Субтитры сделал DimaTorzok Так, прыгаю в игру, отлично Так, прыгаю в игру Так, прыгаю в игру Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, в прямом смысле сбрасываться Сейчас ты подряд на премиум подписываешься Допустим, год Тебе пишется 12 месяцев И за это есть, ну, картиночки, ачивки Которые я пока еще не добавил вообще Для премиума, как бы Месяц, три месяца, полгода, год, два года вообще Уникальные иконки Нужно их просто запилить Туда будет, вот Ну, то есть, и кто не будет подряд подписываться У него будет сбрасываться эта тема, получается Вот так вот, короче И сейчас есть, сейчас есть галочка, короче Можно поставить там Или не галочка Короче, можно автоматическую поставить Что вам списываться там будет Как бы средство И там на прем подписываться будет Ну, я вообще не шарю О этих всех нововведениях По мне они лишние, как бы Все вот это чушь с премиумом Можно было бы открыть Конечно, качество всем Исходное Но там Те заморочки, которые еще были сделаны Они вообще лишние Ребят Элайв с детства у нас Матч номер два Полуфинал получается Что можно сказать Мне кажется, что Элайв здесь фаворит Потому что он гораздо увереннее Чем в детстве выступает вообще Вот, нет Сейчас, вот как раз сейчас Энди Вайран Это не значит, что 14 раз подряд брал премиум Это значит, что всего 14 раз За все время брал Вот А Скоро будет, что только подряд Вот так вот, короче Вот в чем суть Ну, а вам всем спасибо Кто на премиум подписывается Гудгейм, Твич Все остальные каналы Как бы на премиум Кто поддерживает Канал в майнбуке Отключает Там По реквизитописанию Или через плеер Донатит, поддерживает Улучшение команды Всем спасибо Элайв Зест Элайв Зест Матч у нас Зест решил, что Раз Элайв делает Какой-то прокси Он понял Это не Потому что Не видит Бараква На мейне Тоже сыграть с мейной Изначально Факту, кстати Зест спалил А, вот он заметил Какой-то здание строится Что он такой Опа, надо перепроверить Ага, это факта Дружок Ты чего тут Делаешь Рипер прилетает Начинается Харас Мазеркор Вылетает Оп Один Уверчаж Выманил в никуда Вообще Хороший лайф Ушел Опас Так уверчаж Стать Вообще Так Добро Контой Я играть Нет, я играть Короче, сейчас Этот турнир Кончится Я пойду В дочку Садика Забирать Машу Доченьку мою Вот Заберу Потом Даша С работой Приедет Пол седьмого Где-то Я вернусь сюда Либо я поеду Кстати, нет Я ни хрена Не вернусь сюда Я поеду на Брусья Пойду с Чарликом Мы сейчас Машу Придем Чарлика Заберем туда Пойдем домой Потом я буду С Чарликом На стадион Занимаюсь Потом приду И в 20.00 будет Отборочная ВЦС Между этими Всеми моментами Я запись поставлю Вот А уж после Отборочных ВЦС Как они закончатся Там Домой пойду Ну, предварительно Пробегу Здесь по гору У меня уже Маршруты Примерно выработаны Как-то так Что-то мне понравилось Бегать Кайфово Я чувствую Просто Просто Ништяк Надеюсь Что Тенденцию Сохранять Буду Бегом Так Пробочка Минус Ну, все Минус Циклон Оракул Он пожег В детстве Его неплохо Что у него есть Два рипера И еще один циклон Как-то мягко Или маловато И вот Когда второй циклон Оракул прилетит Ну, тут и второй циклон Правда, выйдет Но два оракула Два циклона Расковырять могут В принципе Строется Бункер На всех случаях Минка потом Поперла Минка 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 Как же Элайв здесь жгёт, ребята, как же Элайв здесь терпит, 7 рабочих просто на ровном месте фактически сейчас потерял. Все юниты здесь стоят, Оракулы прилетают сюда и не может нормально отбить Элайв здесь. Ну, в принципе, это нормально, когда ты косячно так контролишь, что тебя, ну, так вот, в общем-то, захарасили криво, блин. Туретка на второе доделается, на мейне тоже туретка заказана, а здесь что реактор, да, реактор, стим доделался, вообще щиты будут заказаны там отдельно. В это время минки летят вперёд, может, с минок что-то получится сделать, потому что робота нету, кстати говоря. Ну и да, минками можно здесь сделать, если на самом деле урон нанести Зесту неплохой. Копаются минки, Зест вообще не реагирует. 17 пробок минок, я такой херни давно не видел. 17, недавно зарву 16, кто-то вынес, но 17 за 2 минки, всё, весь, все действия Зеста коту под хвост, вообще просто. То есть он вёл сейчас игру, и вёл неплохо, и третий некст сейчас, ну, 17 пробок, ребят, это перебор, это перебор. Так, ещё 2 пробки, а на мейне-то откуда? А, перевёз медиваком на мейн. Да, ещё и медивак были, тоже самое интересное, ё-моё. 22 пробки, как с куста, ребят, но это не игра протаса топового, реальная. Это игра шляпная какая-то, страна Зеста. То есть это элементарно, вот я не знаю, я играл сегодня за тиранов, просто на 5000 ммр на Европе, блин. Дропал минки с одной базы, понятно, там, тирал фроцу. И он это убирал, и рабочих уводил, успевал увести, блин. Здесь же просто игрок, чемпион ГСЛ, там, неоднократный чемпион различных турниров. Не просто топ-игрок, а чемпион, блин. Берёт и не видит, как к нему прилетают 2 минки, вообще не реагирует. Опять 2 минки, ещё 9 пробок минус, в это время лаг приходит на 3-й нектус, ребят. Похоже, что это минус Зеста, минус Зеста, блин. Отступает назад лаг, вот что он не дерёт, циклону как-то улетел. А, циклоны на мейн, ну не знаю, насколько правильно вообще, что циклоны полетели на мейн, но здесь под Гвардианом не хотело лаг некоторое время драться, может быть, он и было право. Сейчас Гвардиан убил и лучше стало, да? Здесь в это время циклоны со сталкерами месяц, агг, здесь пишет, мы смотрим, что циклоны поотбил, это унижение вообще. Так, прыгаю в игру. Ну, вторая карта Зеста Лайв. Ну, с одной стороны, Зеста мне последнее время что-то прям жаль, потому что из топового игрока, чемпиона, он превратился вообще хрен пойми вообще во что. Вот, и вот эта игра, это наглядно показала предыдущая карта. Ну, если проиграет Лайв, то Зест, точнее, то у нас не будет зеркалки ПВП, у нас ТВП в финале будет. Вот. Ну, иначе. Всё. Продолжение следует... 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 Медиваки за мариков улетают, вообще. Сейчас медиваки спасены, щиты заказаны. Да, вот. Да, 79 здесь. Сим поменьше и плюс 1 делается. Лайф хороший такой тайминг у него получается. Надо по-турецки заказать, чтобы фениксов принимать просто. И всё, минки в медивак садятся, чтобы их не поднять было тупо даже. Треть СС Хуэллаева. Сзади мародёра поднял здесь. Здесь мародёра минуснулся за мародёра феникса. Друга нашёл себе. Или сам на коленках у кого-то посидеть любит. Здесь говорил, что он потерял мотивацию играть в Старкрафт. Так просто не теряют игроки, которые выигрывают турниры по 100 тысяч баксов. Они так просто мотивацию не теряют играть. Потому что здесь мотивация уже и не только в том числе кайфово играть, а ещё и в том числе такие призы выиграть, и кайфово побеждать на таких соревнованиях. Здесь должна быть какая-то причина. А вот причину-то я как раз таки не могу вам озвучить на самом деле. Приходит лайф. Надеюсь здесь как-то, значит, лучше сделки хоть и без чажа, но этого вполне достаточно, чтобы отбиться. Четыре секунды и они начнут резать. Оп. Как раз чажа доделся, прыжок, и пацану по спине чирного немножечко. В общем, не знаю, почему здесь там мотивацию потерял, но по его результатам понятно, что он потерял мотивацию. Всё, продолжает играть, потому что для него это работа, заработок его получается. И неплохой до сих пор. Так, лайф вперёд двигается. Ну, здесь-то чаж уже, сделки 13 штук, гладая всталка, опять фениксов, 3 сен-3. Феникс их не продолжает строить. Так, лайф приходит, видишь. На чаж же у нас сделки, нужно отступить назад. Что здесь-то делать? Одну минку тут на рампе оставил. Фениксами спалил здесь, где тут минка, короче говоря. Но тем временем, лайф отступил. Зилук с Хилнаги убежал, но второй-то стоит, он вторым с детства увидит прекрасно. Что-то важно вот на этой карте Хилнаги контролить, весь центр контролируешь вообще. Послали одного. Ну, Зилук рад был этой встрече. Так, здесь лайф с Тименс, у кого побежал, то они фениксы летают, где? Надо принимать туреток, вообще нигде не наблюдается. Что происходит-то вообще, лайф? Поставь ты хоть одну туретку, ну продемажил, парфит. Вот туретка, туретка, всё, и здесь туретка. Ну и на продакшник, где-нибудь здесь туретка. И практически ты решаешь вопрос с этим карасом, никто не будет лезть, терять фениксов, на рабочих разменивать. У Зеста по два колосса строятся, но пока нормально более-менее у Зеста делаются грейды. Лайва, правда, 2-2, у Зеста с одной форжей вообще. Так. Как бы ни был игрок постепенно сменитировать деятельность и обычное дело, я не спорю. Но в Корее обычно принято в армию у них выходить про геймеров, вот, потом. Но это самый грамотный вариант, как мне кажется. Вопрос в другом, тем более, Зест физически такой подготовленный пацан, как бы, ну, он... Вопрос в другом, что те, кто чемпионит, как бы, они просто так мотивацию не теряют, значит, в жизни что-то произошло, скорее всего. Ну, это я так думаю, вот. В общем, более Зест в первый Старкрафт, например, он вроде как играл, но он там слаб очень был. А, нет, помню, интервью он вообще в первый Старик не играл. То есть другие в первый свичнулись, в фулфан там. Ну, практически в фулфан, я не думаю, что сейчас там сулки и всякие тренятся днями и ночами, как бы, и вот эти первые Старкрафтеры. Хотя, может, и много они тренятся сейчас, не знаю, но... Зест-то вообще никакой не играл. Так что, у него нет смысла делать на первый Старкрафт пич. Так, идёт вперёд Элайв, Либераторов 4 штук кому. Зелки прыгают вперёд, минки, Зелков понигилируют. Био очень много лава, здесь у Зеста есть призма. Да, варт на призму, идёт колоссы на призму, контролятся. Зелки под Либератор отступают. Вроде казалось бы, да, такая у Зеста мощная армия, но... Элайв пришёл и словил тайминг 2-2 на 1-1 в Зестовске. И просто великолепно разменялся здесь, ничего не скажешь. Дополнительно Либераторы вперёд летят. Здесь Зелка нашёл минус ну. Сейчас подтягиваться будет прирост и нормально всё. Так, здесь на Стиме пацаны бегут. Зелков случайно с Зелками не встретился Элайв. Ну, тут 4 маленьких 3 мародёра, 4 Зелка, они бы развалили бы. Это очевидно, как бы даже без контроля. С потерями им, конечно, но развалили бы. Так, Элайв сместился в какое-то другое направление. Здесь почему-то одни Либератора остались. Что за прикол-то? О, Пылайв, смотрите, какой резкий. Отвлёк Зеста сейчас, сменил направление движения, пытается со стороны зайти в Зест. Колосы как-то в наглую вниз лезут. Давайте мимки все нам уже отдадим, да? Ну, хоть они залпы сделали, и то хорошо разменялись. А, здесь Призма летает напрягать. 10 КСМ, их минус. В это время эта группа заходит сюда, но она уже 2 раза стимленная. АХП мало, Зилков до варк минус все будет вообще. Так, ну что, продолжается замес. Здесь Гасты у Элайва. Чуть-то колоссов слишком много как-то у Зеста, но их нечем прикрывать в итоге, блин. 2 или 3 колосса падают, Элайв опять здесь-то прогнал немножечко назад. Вот Гаст ценнейший стоит, сейчас можно отдать. В общем, с энергией. Ё-моё, Лаг не контролит. Вот здесь Гаста отдал, Либератора отдал. Здесь опять забегание Зилков, и опять Элайва здесь шатает. Элайв все еще в плюсе по лимиту. Элайва просто великолепные апгрейды. 2 воздушные атаки и 3-3 сейчас будет по земле. Ну, у Зеста тоже 3-3 по земле делаются, в свою очередь. И Гастов всех отдал, Либераторов отдал. Сейчас Арконы начнут решать, что Гастов нет, блин. Здесь Зест стоит на Кселнаге. Элайв заходит. Нужно стимиться, нужно бой принимать. Извиняюсь, что это. Как-то криво. Пока Арконов нет, Элайв хорошо делает. Смотрите, как викинги с двумя атаками колоссов-то шпарят. Вообще просто жесть. Законтраливается Лайв. Зест, точнее, колоссов забрал. На призме Зелков до Варп идет. Здесь Нексус, снова И-4. Гейтана на нем делает. Здесь 5-й уже Нексус. Лайв что-то бегает до сюда. Ну, 4-й цех он занял, по крайней мере. Это важный момент. 5-й наверху отойдет. А здесь черт все ищет. Пойму. Ну, Зелка нашел. Зелка минуснул. Призму чуть на халяву не встретил, но не встретил. А вот она, кстати, залетит. Сейчас Элайв спалит. Что? Вот какая-то точка тут летает. Это воздушный юнит. Сейчас очевидно становится к тому, где она висит, эта точка. Сил Наги уже Алайв контролит мариками. Спокойно абсолютно. Сил Наги. Сил Наги. Сил Наги. Только что гулярно снижается. Может, ну, не стали выставлять. Я без понятия, если на каких-то сайтах такая информация. Сейчас я пропускаю бой. Элайв в детстве мьется. Викингов подставил. Вот сталкеров под архонов. Колоссы в итоге живут. Их три штуки. Два мародера. Два имортова. Два архона. Это минус Айлайв, ребята. Это печально для Айлайва. И для того, кто не хочет смотреть ПВП в финале. Но еще сейчас будет третья игра. Третья карта. Игр будет больше. Здесь уже Айлайв точно не выиграет. Четвертая цеха пробита. Здесь приходит и убивает Гагенчик. Айлайв. Так, прыгаем в игру. Айлайв. 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 Так, ну что это? Айлайв. Четвертая цеха. Солнце вышло. Жарко уже на улице стало. Спасибо, минус Ван. За ссылочку на Твис сейчас переправлю. Улучшение командного центра завершено. СМ готов. Пристройка завершена. Так, вот какая-то статистика. Наши КСМ готов. Пристройка готов. А че, слов Валя, статистика не ведется, по ходу дела. Вот. Скальпус стильно играет. Вот на корейце коэффициент. Хороший, ребят. Интересный сайт, но не вижу графика на воле. С тринадцатого года, видимо, он создан только был. В ходе четыреста семьдесят тысяч там онлайн был. Ничего себе. Не слабо. Вот. Опять Оракула здесь-то прилетает. В этот раз туретка есть. Нормально наклепало Оракулу. У Деста Нексус, смотрите. Сами тела лайв, что у Деста Нексус второй на третьей базе здесь заблочено было. Вот. Просто воля, мне кажется, еще больше, чем в ходе статистика поначалу была, и потом на протяжении вола самого всего. Так, здесь камни пытаются пробивать у нас. Ай, поздно просканил. Раньше надо было сканить. Ёмаё. Уже вижен кончился, а он сканит только. Ну ёмаё. Здесь везде пилоны не наломиться. Лайву, как он понимает, надо сваливать и уходит просто отсюда. Правильно делает. Здесь камни еще не пробиты, но скоро камни будут пробиты. Минкой можно, кстати, было побойти прямо вот так вот сюда бы. Фух. Так, я уж думал, Дест поэтому направо не пойдет, но нет, поэтому он не пошел. Прилетает Оракул прямо в ту же секунду. Камни падают. Есть еще одна аминка здесь. Перекапуты, правда, лайв назад тоже. У Деста почти блин готов. А здесь что у нас? Здесь не стимпака, ничего нету. Сейчас тут два барака только добавляются. Хорошая ревелейшн. В момент отлета вообще мидивак кидает у нас. Ревелейшн здесь. Вот это провал для Алаева. Вообще такое начало, конечно, если честно. С ревелейшн, ну как это летит что, блин? С ревелейшн. Берет, летит, отдается. После блинка сразу чарж заказан у Деста, как вы видите. Ну а чарж, значит, тяжело будет. Очень тяжело потом Алаеву. Приходит, Дест, минку забрал. Ну сталкера на минке потерял. Ну а здесь только-только стим заказан, как в предыдущей карте, собственно говоря. Сейчас щиты пойдут. Так, еды открываются. Их будет восемь штук сейчас. Так, ну восемь гейтуб будет здраво. 60-49 парабам. Элайв копится после стима щиты. Пошли все в стандарт... Погодите. А, плюс один уже сделал сыграть. Надо заказывать броню-то, видимо. Ну и здесь танки делать, выход с танчиками какой-то будет. Но! Проблема, знаете, в чем? В том, что Элайв самый ближний проход зачем-то заблочил себе же, кстати. Вот сейчас надо пробивать камни. Здесь Оракул, кстати, висит. Все прекрасно видит Дест. Оракула немножечко отвел. Вот он, видите, чертяга. Ему нечем выбить. Вот в чем проблема Оракула этого. Улетел из рейнджа захвата. 106-127. Чарж-блинк есть. Есть броня. И делается вторая. Делаются Архуны. И, кстати говоря, вот здесь-то ну абсолютно правильный микс против того, что делает Элайв сейчас. Улетел из рейнджọ της Сергfковㅎ, Улетели. Поехали. Улетели You be saved. Это Проблема-тех arguably! Улетели имущества и охраняяяander, Элайские». Воды есть вряд ли советские насел ti всё сдавuno в семье Поддакisto. Ох, больно как. Циклонов подряд. То есть здесь, понимаете, здесь нет ЕМП. Здесь мало минок. Здесь уже шторм сейчас будет. Вот здесь-то и танки крошат вот эти чажи архоны. И все здесь они крошат. Так, цеха грейдится. 168, 151, здесь третья цеха есть. Гостакадемия Элайва, Либератор. Блин, этот Оракул жив с самого начала игры. Ем просто невероятную пользу приносит. Он уже столько ревелейшнов сюда наставил у нас Дест. И только Элайв отходит. Дест мог кстати вот сюда контратаковать. Не знаю, почему он не стал этого делать, если честно. А ведь мог же пробрить. Так, Элайв видит, что Дест здесь по центру ходит. Раскладывается Либератор Искан потёр. Четвёртый Нексус видел. Да, видел четвёртый Нексус. Он уже к нему почти пришёл, что самое главное. Десять армовики летают. Призме сидят. Можно с ХГ сейчас просто армить. Просто нереально... О, как больно! Как же больно! Лайву 1853. Похоже, Дест всё-таки собрался. И после унижения в первой игре он Лайву сейчас и разберёт ещё. Смотрите. Здесь одни мародёры голые пытаются уйти и без прикрытия мариков то есть их просто громит Дест. Здесь ещё марик и выходят. Не, это ГГ здесь всё. Эти мародёры без КП лечить нечем. Будут уничтожены моментально. Так, Архуна подряд вот тут в итоге. В интернете живут. ГГ! Дест против Хира. Финал у нас. Ну что ж, посмотрим. Мы на этот финал, ребята! Так, что-то, блин, средь бела дня солнце когда накинулось на меня. Смотрите. Продолжение следует... 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 Адептами хира телепортируют. Хорошо верчатшим демоджи, ё-моё, там вообще слило хира в хлам адепт всех этих. Здесь-то сейчас 4 сталкера вообще будет. Адепты на второй заход. Здесь-то уводи их. И чё творишь-то? Зашли адепты, пробки уезжают. Я не понимаю, что здесь вниз-то сталкеров не выведет. Выведите вниз, отгони их, да и всё. Здесь бессмысленно на 4 сталкера телепортироваться. Ну, не, ну 3-4 пробки убьёт здесь хира. Не 3, даже штук 4, видимо. Нет, 3 всё-таки убил. Ну так себе, размин. Оракул летит вперёд. Здесь-то нормальная ситуация, как по рабам вперёд может вырваться ещё. Ну, хира уже твоя лать, то есть здесь-то загонял, и здесь-то вообще без технологии в итоге остаётся каких-либо вообще. Продолжение следует... Ну вот теперь чё-то хира совсем здесь-то затрепал. Опять адепт на мейн, опять Оракул. У здесь-то прокси Даршайн, к чему популярность упала? У меня нет статистики, я ничего не знаю. Что к чему, признаться честно. 10 пробок минус, вот уже у здесь-то и всё плохо. А самое главное, что здесь уже есть робот, делаются апсерверы. У хира уже почти готов. Блин, кузис только-только заказан. Спалил ещё здесь хира. Короче, что гейт стоит. Кузис-то прям рядом. Даршайн, конечно же, через несколько секунд будет, но гейт ещё не будет готов. Кажется, мне это странной какой-то затеей вообще. Здесь статистная ловушечка, апсервер рядом висит. Дест выдвигается плюс с толкерами вперёд. Ну тут блинк, здесь блинка нет-ка, я уже говорил. Два Даркака сейчас... Дест делает что-то, такое ощущение, от балды просто. Сейчас чё-нибудь сделаю. И делает просто хрень какую-то. Конечно, Дарков сейчас примет хира здесь, очевидно, да, абсолютно. Чё-то... Гэ-гэ? Или это сразу же пишут? А на что он рассчитывал? Я не понимаю даже. 1-0. Всё, сейчас паузу надо набрать Дашу мне сейчас. Подождите. Та-та-та-та Та-та-та-та... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, на невидимых ловушка, естественно, не действует юнитов. Она их просто не увидит и не сработает. Но там стоял обсервер, и, естественно, под обсервером она бы сработала так же, как на видимых. Вот, собственно говоря, и весь ответ. И, кстати, ловушка не детектор. Так что, ну, она бы не бомбанула. Здесь пытается минеральную линию харасить пробочкой. Что, минерал забыл, иди домой. Больше десяти ловитничек. Так, а что же у Хира? Знаете, у него... У него одна единственная кибернетка. Точнее, у него один единственный гейт и кибернетщика. И он пока что-то ничего не делает. Вообще, что самое интересное. Так, пилон здесь, где ставят Хира? Ну и да, он в Нексус хотел выйти, это очевидно, потому что у него прокси на карте нет, а здесь-то прокси в торги здесь делается. Собирается здесь Нексус заказать. Оракул бустится. Есть у Хира Маза Шапкур? Да, есть, причем он... Погодите, а где он вообще? А, вот Нексус, слушай, снизу он... Да, там снизу он и находится сейчас, этот Маза Шапкур. Маза Шапкур. Ну тут что-то здесь прям унизил, ребят, первым Оракулом Хира. Отвлекает здесь еще второй, опять же, на мейн залетает. Здесь есть энергия на еще один, правда, уверчаж. Чуть Оракулу не потерял новейшего здесь сейчас, но это косяк, безусловно. Надо собраться двумя в куче сейчас, и второй Нексус просто, кого этого энергия подкопится, просто залететь под двумя сталкерами, на пофиг, и захарасить попробовать, короче говоря. Здесь уже три сталкера, да, вар произошел. Улетел здесь две грубки забрал, Оракулах старается не терять. Здесь ситуация замечательная, у него груба плюс два гита дома, 34-25 по рабочим вообще. Да, 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 да. Здесь Хира домой ТП делает, вы видите, Мазер Шепкором прилетел в разве, ну, в общем-то, ситуация экономическая печальная у Хира. Ситуация в целом по лимиту печальная, единственное, что у него блинк сейчас будет, может, на блинке попытается выйти. Естественно, УСС наше есть, ведь это первая стадия квалификации, то есть 8 есть приглашенных на квалификацию игроков, и 8 квалифицируются с двух отборочных. Четыре сегодня, четыре, видимо, завтра, вот, так что следите, смотрите, мы тоже будем следить, смотреть, и будет интересно. Кстати, на выходных я, скорее всего, квалификацию не смогу постримить, потому что, опять же, четвертого Пушкина, с регой Хира, и сейчас Дед просто захарасил его в хлам, вы видите. Вот, ну, как-то тут... Дед, тут... Дед, здесь нормально отыграл. Обычно Хира так прокси унижает всех, а тут Дед унизил. Дед, здесь нормально отыграем. Так, проигрываю в игрок, сейчас еще раз наберу, погодите. Продолжение следует... Все, ребята, я прошу прощения, возвращаюсь к вам. Поехали. 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 Мазершепкор можно спокойно назад возвращать. Сейчас Хиро с Ксилнаги заметит, что здесь то адептами идет. Куда он идет? И возвращается сам домой, пытаясь их настигнуть. Поехали. 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 Вопрос. Поехали. Сейчас здесь кто-то в робку спалит. Ну, Хира не кто-то увидел на пару секунд, как вы видите. Знаете, он может медленной варфкой-то проводить, в принципе, Хира в перспективе. Ну, и просто он разведывательный, вдруг там призм полетит еще. Так, секундочку, ребят. Продолжение следует... Так, все, я здесь. Продолжение следует... Так, встретник спошел. Вернусь, работаю как черт, сплю мало. Подозрительное описание работы, слушай-ка его. Как черт, там как... Другой еще кто-нибудь. Сплю мало. Москва, ё-моё. Ладно, шутки шутками, финал продаем смотреть. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. Так, про гном сталкер, там иллюзию. Так, про гном сталкер, там иллюзию. Сейчас, третий нексус у Хира у Деста уже готов. Рабочий, кстати, больше. По грейдам. Блинг и плюс один. У Деста, у Хира только блинг. Ну, по таймингу атаки сейчас немножечко отстает у нас. Немножечко отстает у нас Дест получ... О, Хира, простите, получается. А нет, Деста остает. По всем остальным параметрам, в принципе, он вровень идет, либо вообще в плюсе. Вот у него сейчас чаш будет уже. У него эморф выстроится, у Хира только... А, у Хира второй уже роб. У Хира Дестабилизаторы, правда. Вот сейчас. При пробочке минус. Ну, ладно, шутка и шутка. На самом деле, Вердос молодец, что как бы уже... Если не хочет катать Старкрафт, ну, и как бы чисто про геймерам Старкрафта, ну, нужно, чтобы зарабатывать, нас-то надо, ну, я не знаю, стабильно на ВКСе в топ выходить, как бы. Вот, значит, надо, да, где-то работать, как бы. 128-123, и это положительный пример, что можно и нужно, как бы, да, делать что-то. Так, сейчас Зелок прыгнет за пробку. Успел дорезать, но и Зелка минусно у Хира. В это время... Так, 127-4 дестабилизатора у Хира. А Зест решил контрить это всё дело фениксами. Ну, вот эта игра, интересно, наоборот, приобретает сейчас... То есть, один играет фениксов, другой в дестабилизаторов, получается. Еще тут вар пошел, 45-41 лимита. Три Зелка, там, где-то на четвертой никсу Хира прыгает. Минус пробка, Фатонку минуснул, так что Хира даже не отменил её, и уходит назад здесь. Молодец. Не отдаёт Зелков сейчас. Так, Чарлик на окно палец. Каждый стрим туда лазит. Не смотрит. Сейчас Машу заберу. Прогуляемся и с ним. Короче, после финала, ребят, будет перерыв. Я поставлю запись на пару часиков данного турнира, с самого начала, посмотрите его. Ну, а потом, собственно говоря, вернусь и посмотрим ВЦС отборочные. Сегодня самое интересное было это, этот турнир, в принципе, да? Ну, а завтра GSL, завтра ВЦС, а вторая отборочная будет, европейские. Ну, отборочная, к сожалению, только рестрим. То есть только на Гудгейм, тут уж ничего не поделаешь. ... Ну, отборочная. Ну, отборочная. Что лучше? Ну, отборочная. Ну, ты是不是? Ну, это же. Ну что же, Кира приходит, дестабилизаторами бомбардирует, там Зеста пытается, у Зеста очень много эморков, у Зеста Мазершип, у Зеста Феникса. Так, а видит Кира там, что Мазершип? Поднимаются дестабилизаторы, я не знаю, что видит Кира, но у Зеста гораздо жёстче микс здесь. Один дестабилизатор достреливает всё-таки в итоге, но остальные это все путняты, как же имморталы крошат просто жёстко. Потери совсем здесь не в пользу Кира, уже первый карьер готов, ничего себе, здесь забожил просто в этой игре. И микс-то какой интересный, но прилетает два иммортала минуса, и ведь белую энергию у этих Фениксов мог бы поднять. 128-138 пульс Деста по лимиту, нужно ли лезть вперёд на двух карьерах, вот я не уверен сейчас. Третья атака там, третья атака Дест, дестабилизаторов всех пораврил Дест. Нужно Мазершипа дождаться, дождался и идёт дальше сейчас. Так, до варпа я почему-то от Деста не наблюдаю, а нужно лезть-то ему вообще сейчас, по-моему, ему никуда и лезть не нужно. Карьера строится, земля есть, землю тоже можно добавлять сейчас, плюс один делается. А здесь до варпы и смысл сюда куда-то ломиться. Правда, я не вижу, где у Деста здесь-то дома до варпы, что-то и не наблюдается вообще. Так, карьеры, зелки, где зелки, а вот они, да, зелки Архуна на дальней базе получаются. Ну да, сейчас карьеры, зелки Архуна, можно и мортала было бы ещё чуть-чуть добавить. Хороший микс. Вернулся от Дестабилизаторов, здесь два феникса ещё живых до сих пор есть. Так, ну здесь это от забегания на всякий случай, только атака будет, здесь вперёд пойдёт. Ну здесь-то броня наземная пошла первую, здесь-то вторая атака, она вот так. Так, не надо здесь отдавать Архонов, ни в коем случае, в Архунки так лезет. Почему его видно? Ох, как же прилетело сейчас, Хира подловил момент, когда Дест... А сколько и морков, тут три осталось, где они вообще? Там вот ходят, и морков как-то у Деста маловато остаётся. Ну молодец, Хира разводит очень чётко. Здесь товар зелков, но здесь бригада посерьёзнее с тремя Архонами стоит, и она зелков этих просто расковыряет, унизит просто Дест этих зелков. Вот только-только чашу Хира готов. Здесь зелки идут вперёд. Ну зелки против сталкеров так себе оружие, на самом деле, если сталкерами не контролят, зелки их чашем сотрут, но когда контролишь, тогда просто сталкеры не подставляются. Но тем не менее, Дест ловил несколько, 180 на 143 по лимиту. Да вар в сталкеров ответ на Деста идёт, у них есть блинк. Надо вперёд выдвигаться, три каррера. Четыре каррера, значит, Мазершип, три иммортала. Зелки Архона здесь всего у Деста хватает. Эти ребят, которые сдержали врыв Кира, сразу же сами врываются Кира на вторую Нексус. Здесь в это время идёт как движуха. Попытка фидбэчнуть Мазершип Коршет. Мазершип идёт, что ли, я ещё не понимаю. Непонятно вообще. На второй базе Деста юниты унизили всё. Надо зайти наверх. Вот они залетают, знаете. Один фидбэк всего лишь успел Кира кинуть. Здесь Деста идёт добивать. Это 2-1 Деста. Ничего себе Деста. Вот что значит покритиковал Деста. Причём не в каком-то там агрессивном стиле, а просто в унылом стиле. Уныние, что Дест сейчас печален и слаб. А Дест говорит, что ещё рано меня списывается с щитов. Я не настолько печален и слаб. Только я это говорю, как Дест Мазершип отдаёт просто полную всё здесь и сейчас. Но без Мазершипа здесь неплохо всё в принципе у него. Так, 3 оверчажа. Сталкер, вдовар, черену Акира идёт. Здесь продолжаются попытки что-то сделать. 3-1 у Деста земля. 2 атаки на воздух у Кира. Просто 3-2 земля. Ну куда он Дест не летит? Ну куда ты летишь-то, ёп... Шкинг Кот. 178-87 на мэни. Эти товарищи всё ещё аннигилируют пилоны и всё-всё-всё, что могут. Так, до варф Зилков идёт. Да, Зилков под арконов-то варфить. Прохладная затея. Ну здесь джима. Дест вы видите. Зилков здесь просто минус нули даже без потерь. Гэгэ и Кира пишет у нас. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Хира, но вместо того, чтобы рфануть дарков с этого даршана, здесь иксов сталкер рфанул. Дарки вообще из центра, из дома. Откуда они? Почему они... Откуда они пришли-то? Я чуть не понял. Не, они, может, и отсюда пришли? Это для меня пока непонятно абсолютно, но здесь забей на дарков называется. Здесь 1... 2-2 у нас здесь. Так, ну минуснул сентрюзи, я спробку 1 минуснул, ну это всё, это что-то... А, 2-ю сентрю минуснул. Ну хоть как-то, да, арки разменялись, и здесь нектус, ну по лимиту совсем 47-34, ребят. Нет, то, что в Воле делали, это всё шляпу полную и в PvP, тем более там с чаржем, как бы, я сам просто знаю, что делали в Воле. Вот, чарж там не работал. Может быть, здесь из-за его дешевизны получится рабочее что-то сделать, как бы, но я очень-очень сильно сомневаюсь. Проверяет Хиро, нет ли там Даршайна где-нибудь рядом. Ну вот, чуть выше не проверил здесь, и как раз вот если эти здания минуснуть, я думаю, здесь может и ГГ написать даже сразу. Потому что по лимиту совсем просто печаль. Здесь АТВ-2, а в сервере... Не, ну да, Арк уйдёт, конечно. Хиро идёт частью юнитов вперёд. Призма где-то дома там задержалась, но здесь много и так пришло Хиро. Наверх поднимется, и... Ну, Пелон, да, можно не спешить, если бы. Глаз Талкер забрал. Ещё 3 варп. А, Пелон идти в лоб ломать, и всё, он не парится здесь даже. Хиро, Пелон в лоб ломает, Талкер в ломает, Пробок ломает, Адепты на мэн врываются, да не, ГГ это, изи, конечно, здесь минус Деста, и надо играть пятую решающую игру. Да, а всё, я вообще не понял этих действий от Деста. Нахерена он выбивал этот Пелон, сделал сам себе Сапай-блок, ещё и Дарков не варпанул. Варпанил он сразу Дарков, он бы победил бы вообще моментально просто. Ну, не моментально, но я думаю, что у него был бы запас, достаточный для того, чтобы сбрить Пелона и сбрить Роба, но нет. Надо же сделать какую-то чушь вообще полную было сейчас. Спасибо. Так, секунду, я хочу тебе отговорить. Спасибо. 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 Так, ну что, ребят, Секвенсор, странная большая карта эта, на которой тяжеловато играть, но будем смотреть. Спасибо. Продолжение следует... 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 по-моему, в Зесту. И это будет очень опасный прессинг. Но у Зесту уже робот делает. Смотрите. Хороший лифт. Без раскладки, без всего. Два оверчажа выставляет здесь. Но этого маловато, мягко говоря. И надо проводить еще один варп в Зесту. Кира, простите. И принимать будет. Контроль на призму хороший. Идет оверчажа, сейчас кончится. Все нормально. Понимает. Это кира сейчас кончится. Оверчажа чертова. Так, идет контроль. Да, варп. Тут иммортал, здесь пробки. И на самом деле не все так безоблачно для кира. Потому что здесь иммортал. Уже есть призму, сейчас сольешь. Куда ж ты призму-то повел? Ё-моё. Это минус кира, ребят. Похоже, здесь за последнее время один из немногих турниров стащил. 50 баксов получил. Квалификацию на варде финалы. Финалы. Гвардия. Сизен плей-офф. Красавец Зест. Делаю резкий стоп-старт. Ждите, мне надо за ребенком идти. Сейчас я вернусь еще к вам без задержки. за ребят. Продолжение следует... Продолжение следует...